Всем привет, друзья! С вами Абраменко Дмитрий. 5.30 утра, и я начинаю свою работу. Так как мы опять на якоре, я решил записать для вас еще один обучающий видеоурок такой. Ну, можно сказать, не урок, потому что я вообще сам по себе не учитель, поэтому особо я не стремлюсь к званию лучшего учителя по навигационному оборудованию. Хотел просто немножко рассказать вам, как пользоваться радаром. То есть, ну, не общие такие инструкции, а конкретно, как я настраиваю радары, как я им пользуюсь. Поэтому, если вам понравится мой вид настройки радара, то, конечно, я жду от вас лайков и подписки на канал. Ну что, поехали! У нас на судне есть два радара. Один, второй. Модель радара называется Rising Unshoots. Ну, или просто Unshoots. Всем известная фирма делает радары, автопилот. В общем, Unshoots – это очень известная фирма. Я думаю, что вам мореходки за нее рассказывали. Первый раз я встречаю на судне, конечно, вот радар именно фирмы Unshoots. Обычно у меня там Furuna, да, или там Bridgemaster. Ну, ничем не отличается, по большому счету. Я вам буду рассказывать постепенно, вот, начиная с этого угла и двигаться вот так вниз, и дойдем до этого угла. Так, сразу, здесь у нас в углу вы видите вот такие вот названия. Tune, Gain, Sea in Rain. Смотрите, значит, Tune я вообще никогда не трогаю. Он всегда на авто у нас. Ну, вот всегда, я не знаю. Gain выбирается в зависимости от того, какая погода. Sea точно так же выбирается в зависимости от того, какая погода. Ну, здесь понятно, если это Sea, значит, переводится как море. Все очень просто. Когда большое волнение, да, то на радаре появляются помехи. Чтобы убрать помехи от моря, мы используем такую функцию, как Sea. Но здесь будьте аккуратны. Если вы никогда не работали с радаром, если вы эту функцию Sea, вот я сейчас вам покажу, сделаете на максимум, да, тогда вероятность, что вы не заметите мелкие цели, увеличивается. Поэтому будьте внимательны и настраивайте Sea в зависимости от того, какая у вас сейчас погода. И желательно, чтобы немножко все-таки Sea отбивалось, да, чтобы вы прямо не заглушили вокруг все-все-все. Чтобы, конечно, определить мелкие цели, такие как рыбачки, там всякие плавающие объекты, потому что в море всякое может быть, и поэтому будьте аккуратны. Так, дальше. Функция Rain. Ну, очевидно и просто. Rain означает дождь. Поэтому, если у нас сильный ливень, дождь, и на экране радара у нас будут двигаться такие тучи, да, которые будут блокировать видимость, допустим, мелких объектов, тогда мы можем функцию Rain активировать на максимум или на половину. Когда дождь закончится, мы функцию Rain выключаем, то есть двигаем вот эту вот штучку, да, максимум, но на край. И тогда она у нас полностью выключена. С функцией Rain нужно быть тоже крайне аккуратным, потому что если вы, допустим, забудете ее выключить, когда нету осадков, нет дождя, там, града, снега, тумана и так далее, тогда у вас очень большой шанс, что вы не увидите мелкие объекты. Поэтому контролируйте. Пришли на вахту, если функция Rain активирована, а дождя нет, вы обязательно ее выключайте для того, чтобы у вас соответствовала, получается, настройка радара с реальной обстановкой снаружи, да, то есть с обстановкой с погодными условиями, там, и с условиями, какая волна, там, и тому подобное. Поэтому с этими настройками очень аккуратно. Всегда, когда вы первый раз, я вам советую потестировать. Если вы там стоите на якоре или вы там где-то в море, пришли, первая вахта, встали, поигрались, немножко gain добавили, немножко gain убавили, а лучше всего, знаете, я вам совет, как классно научиться настраивать радар непосредственно с этими функциями. Gain, Sea and Rain. Допустим, у вас хорошая погода, да, или, ну, хотя бы небольшое такое волнение, там, 3-4, да, увидели рыбака. Вы знаете конкретно, что этот рыбак у вас там в мили, в полторы от вашего судна. Ну вот и поиграйтесь, настройте gain побольше, уберитесь и посмотрите, как будет на радаре высвечиваться полностью вот эти все цели. Потом поставьте Sea больше, gain меньше, rain добавьте, и вы увидите, как эхо-сигнал от рыбака будет меняться, и поэтому вы будете, как бы, ну, получать опыт уже непосредственно с вашим радаром, потому что каждый радар, он по-своему, это электроника, и к ней нужно привыкать, как машина. Вы сядете на одну машину, да, вам так будет по-своему. Потом вы сядете на эту же модель, только другого владельца, тоже будет как-то немножко по-другому. Поэтому всегда настраивайте под себя. А чтобы взять точку отчета, берите мелкие цели, которые вы знаете. Буй, рыбак и тому подобное. Так, дальше. Значит, с этим, я думаю, мы разобрались. Функция RMR. Функция RMR означает вид движения. Я всегда езжу на RMR. Это называется относительное движение. То есть наше судно стоит на месте, на радаре, да, и все движется по отношению к нашему судну. То есть все цели движутся по отношению к нашему судну. Не важно, это будет буй, или какой-то рыбак, или судно. Все движется на разверке радара относительно моего судна. Для чего я езжу на относительное движение? Ну, все просто. Меня так научили, когда я еще был кадетом. Сказали, что этот режим очень хорош тем, что ты всегда можешь оценить опасность столкновения. Правильно? Потому что если пеллинг на объект не будет меняться, значит опасность столкновения существует. А если, допустим, вы ездите на истинном движении, тогда оно уже так не работает. Если истинное движение, и пеллинг на объект, допустим, меняется, значит, это еще ничего не означает. Вам нужно захватывать цель на арпе. Ну, дойдем до арпы. Поэтому я рекомендую ездить на относительном движении постоянно. Кто ездит на истинном, это ваше право. Я еще раз повторюсь, что я рассказываю о том, как я езжу на судне, как я настраиваю радар для себя. Следующая кнопка на радаре это North Up. North Up. Это означает, что у нас ориентация на радаре всегда идет по норду. То есть, всегда у нас North наверху, East здесь, West здесь, South здесь. То есть, ваш хейдинг, то есть, курс по гирокомпасу, будет как бы показываться на радаре, какой он есть. Если у меня сейчас вот по гирокомпасу 185.1, на радаре у меня тоже 185.1. Данные функции можно менять. Если вы нажмете на эту кнопочку, вы увидите Heading Up. То есть, ваш курс всегда будет смотреть на точку 0.0.0. Очень удобный вид, допустим, езды на радаре. Не знаю, почему я так говорю. Когда, допустим, вы где-то идете в каком-то канале, обычно, если вы пересекаете Суэц канал или Киль канал, тогда Лацмана обычно выставляют непосредственно вот такой вид движения, движения, как бы Heading Up, Head Up. Тогда у вас судно всегда смотрит наверх. Ну, и получается, когда вы ездите, оно, как бы, все это меняется, а ваш курс всегда смотрит на North. Но этот вид, как бы, езды, он особо неэффективный в море. Поэтому для вас, как для штурманов, всегда будет очень удобно и нужно ездить на North Up. На North Up. Потому как вы не Лацмана, и когда вы будете где-то в узкости, если все придет капитан, Лацман, вам это не надо. Поэтому запоминайте, если вы приходите, допустим, на мостик, и вам нужно приготовить радар к отходу, тогда обязательно ставьте тип ориентации North Up. Так, дальше у нас, что такое вот плюсик-минус? Ну, все просто. Это Range. То есть, если вам нужно добавить видимость для определения целей, чтобы сделать, допустим, на 12 миль, на 6 миль, на 24 мили, тогда вы просто клоцайте на плюсик или минус. Допустим, смотрите, вот сейчас у меня 3 мили, да? Я вижу некоторые объекты здесь. Если я сейчас вот поставлю на 6 миль, тогда у меня уже будет видно земля, видите? разные другие объекты. То есть, я охватываю больший диапазон обнаружения целей. Если я поставлю 12, видите, еще больше. Вот, 12 миль. Если я поставлю 24 мили, еще больше у меня идет, ну, как бы, определяющая возможность. Поэтому, всегда выставляйте адекватно Range. Если вы в море и нет поблизости мелких объектов, будет удобно 12 Nautical Miles. Если вы, допустим, где-то, где больше, ну, много скоплений рыбаков там, или каких-то парусников, тогда я рекомендую 6 Nautical Miles. Так как у нас 2 радара, обычно, когда большое скопление всяких рыбаков, или судов там, которые, допустим, там, парусников, я всегда включаю дополнительный радар, второй на 3 Nautical Miles, для того, чтобы еще больше увеличить свои шансы на обнаружение целей. Никогда не останавливайте себя, включить второй радар или нет. Запомните одну большую истину. Когда вы на вахте, вы решаете, сколько радаров включать, как его настраивать и так далее. Если капитан пришел на мостик, начинает рассказывать вам, почему вы включили в 12, а не в 6 или наоборот, тогда говорите, мастер, если вы хотите взять контроль мостиком, пожалуйста, сделайте запись в журнал и берите контроль мостиком. Когда вы на вахте, вы ответственны полностью за все, что происходит. И если капитан меняет курс, допустим, на автопилоте, без вашего ведома, вы можете сделать ему это замечание. Говорю вам как старпом, потому как я уже неоднократно такие замечания делал, и мастера на это реагируют адекватно. Потому что иногда они забывают, что вахтенный помощник ответственный за все ситуации, которые произойдут. И если, не дай бог, будет столкновение на вашей вахте, капитан ответственный за судно, но большую часть вины положат на вас. Поэтому запоминайте и думайте, что когда вы на вахте, вы ответственный. Очень это важно. Настраивайте все под себя и никого не слушайте. Заходим вот опять в ARPA-меню и нажимаем кнопку DEL ALL TGT Удалить ALL TARGETS DELAY ALL TARGETS